Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем к приемникам всех почитателей духовной поэзии. Для вас звучит передача из рубрики «Поэтическая страница». Псалтырь сама, будучи поэтической книгой, во все времена вызывала и продолжает вызывать отклик в душах тех, кто стремится облечь высокие духовные истины и прозрения в поэтическое слово, придать мысли ритм и сделать легким и звонким ее звучание. Возьмем, например, четырнадцатый псалом. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Сейчас этот псалом прозвучит в переложении Михаила Васильевича Ломоносова. Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд? Кто с Тобою населяет вверх священных горних мест? Тот, кто ходит непорочно, правду завсегда хранит, и нелестным сердцем точно, как языком говорит. Кто устами рстить не знает, ближним не наносит бед, хитрых сетей не сплетает, чтобы в них кувяз сосед. Презирает всех лукавых, хвалит вышнего рабов, и пред ним, душею правых, держится присяжных слов. В лихву дать серебро стыдится, мзды с невинных не берет. Кто так жить на свете чьится, тот вовеки не падет. Позже этот же псалом превратил в оду Иван Андреевич Крылов. Послушайте, как замечательно это у него получилось. Кто Боже в высотах эфирных, святый Твой населяет двор. Кто слышит, как при звуках лирных поет Тебе присветлый хор. И кто в святилищах небесного чертога вкушает сладость зреть величие, славу Бога. Кто сердцем чистым, не лукавым, стремится Твой закон блюсти. Кто не скользит во след неправым, чей век язык не знает льсти. И чья душа в словах и взорах беспорочных, как полная луна видна в водах полночных. Кто на друга сетей не ставит, не соплетает злых клевет. Боящихся, кто Бога славит, за благо злом не воздает. Кто в гнусных рубящих невинность чтит умеет, злодеев презирать на самых тронах смеет. Кто клятву сохраняет свято, страшится слабых поражать, и лихвою презренной злато свое ничице умножать. Кто на суде своем едину правду любит, и за принос даров убогого не губит. Кто с сих путей не совратится, и сердце право соблюдет. Тот Божий в твой чертог вселится, твоей увидит славы свет. И там, земных сует оставя скоротечность, в чистейших радостях он вкусит сладку вечность. А вот стихотворные переложения того же 14-го псалма, сделанная верой горд. Господь, кто будет жить в шатре Твоем? Бог, на горе Твоей святой, кто поселится? Тот, кто идет к Тебе прямым путем, ложь не разносит колоколом ртом во имя удивления на лицах. Кому претит отступнический бред? Кто сердцем чтит боящегося Бога? Кто, дав взаймы, простит процент из долга? Кто и напрасный, пусть себе во вред, сорвавшийся к почти случайно клятве, изменит вряд ли, словно данной ягве. Кто вас зазря обидеть не гораст, прохладным взглядом друга не обдаст. И кто не оболжет прельстившейся взяткой невинного, на честь живя с оглядкой. И в самом деле, много ли просит Бог за наш с тобою вход в земной шатер свой, что на святой горе? Всего чуток. Стой на добре, лишь на добре упорствуй. И, наконец, все тот же 14-й псалом в поэтической интерпретации Германа Плесецкого и Наума Гребнева. Кто, Боже, в дом войти достоин твой? В твою обитель на горе святой? Лишь тот из нас, кто ходит непорочный, не согрешает ложью и хулой, молитву сотворяет в час урочный. Зла не желает никакому дому. Тех не злословит, кто ему не мил, и сам не верит поношению злому на ближнего, с которым хлеб делил. Кто не творит ни козни, ни измен, кто даже злым, давая клятву, верен. Тот, кто считает, праведник почтен, а Господом отверженный, презренен. Тот, кто даров богатых не берет, чтоб на суде свидетельствовать ложно, кто в рост сребра и злата не дает, и делает добро, когда, возможно, и в чистом сердце истину несет. Субтитры создавал DimaTorzok Приглашаем к приемникам любителей духовной музыки на наш маленький концерт. Послушайте в исполнении ансамбля «Светлячки», которым руководит Рута Долинина, песню «Радости». Так, собственно, и называется эта симпатичная песенка. Давайте дружно петь, песня об Иисусе, давайте вместе петь, песня о любви. Наши лица сияют, песня об Иисусе, узнают песню радости об Иисусе и любви. Давайте дружно петь, песня об Иисусе, давайте вместе петь, песня о любви. Пусть, песня о любви. Улыбнись, руку ты, и улыбки твой лучи помогут петь, песня об Иисусе и любви. Теперь предлагаем вашему вниманию песню «Чем я могу воздать царю» поет молодежный хор из Подольска под руководством Ольги Афониной. Чем я могу воздать царю за дар любви, как отплачу? Все, что могу сердце отдать, чтоб ты мог в нем царствовать. Вот и все, что я могу, вот и все, что я даю, Бог мой, вот я, и жизнь моя твоя. Руки, сердце, вот что я дать могу. Руки мои создал Творец, сердце дал ты мне, Отец. Есть Божий план в моей судьбе, вся жизнь моя, Отец тебе. Вот и все, что я могу, вот и все, что я даю, Бог мой, вот я, и жизнь моя твоя. Руки, сердце, вот что я дать могу. Своей в руках, Господь, смогу я сделать все, я без тебя ничто, Бог мой. Ты прикоснись рукой, пребудь всегда со мной, отобразись во мне, Бог мой. Своей в руках, Господь, смогу я сделать все, что я даю, Бог мой, вот я, и жизнь моя твоя. Руки, сердце, вот что я дать могу. А сейчас в том же исполнении для вас прозвучит песня «Дар любви». Бесценный дар любви Господь нам подарил. По всей земле благую весть внесем мы людям, Чтоб послепленной тьмой, спасти весь мир земной. Но без любви мы о спасении забудем. Веру, надежду, любовь принесем Божий дом, Чтоб теплей было в нем. Дружной, единой семьей Мы любовь сохраним И вольме устарим Мы как одна семья Поймите же, друзья Лишь вместе Мы приблизим Славный день спасения Бог нас благословил Спасенье дверь открыл Но где же братские любовь и уважение Веру, надежду, любовь Дорогие друзья, наша музыкальная программа закончилась. Мы будем с нетерпением ждать ваши письма с заявками на музыкальные произведения, которые вы хотите услышать в нашем эфире. Вы будете также желанными гостями на нашем сайте в интернете. Его адрес голоснадежды.ру Между прочим, там вы также можете услышать и скачать многие наши музыкальные записи. Сегодня мы хотим предоставить месту микрофона Валерию Павловичу Гулите, бакалавру богословия, руководителю интернет-курсов нашей заочной библейской школы. Он расскажет о том, чем живет, как развивается этот интересный проект. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы хотим напомнить, что наш радиотелецентр предлагает возможность изучать Библию в заочной библейской школе. Еще Достоевский однажды писал «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила данные с ней человеку? И сколько тайн разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию, гибель народу без слова Божьего!» Знаете, совсем недавно меня удивил необычный сюжет в одной из воскресных программ «Время». Звучал вопрос «Что ждет нас впереди? Что ждет нас в будущем?» И вот далее по этому вопросу следовал ряд высказываний различных деятелей средств массовой информации, культуры и науки. И вот, например, ректор театрального училища Борис Любимов говорил по этому поводу так. «Жизнеутверждающие иллюзии конца прошлого столетия рушатся одна за другой. Человечество врывается в темноту тоннеля новой эпохи на огромной скорости с выключенными фарами, и это рождает тревогу». Далее было мнение представителя науки, автор книги «Конец науки» Джон Хоган говорит так. «Мы, безусловно, двинемся дальше в том, что касается улучшения стандартов жизни, но что касается ответов на самые глубокие вопросы, каково происхождение Вселенной, откуда она появилась и куда она идет, нам, науке, похоже, придется довольствоваться неопределенностью». Вот такие заявления, и мы видим, что человек сегодня стоит в растерянности перед главными вопросами бытия. Мы каждый день видим, что перед нами разворачивается сражение между добром и злом, и мы не знаем, что ждет нас впереди, как можно разрешить проблему вины, греха, порочности и смерти. И вот Бог, наш Небесный Отец, в своей любви к человечеству, не желает оставить нас в неведении. И вот в Библии, которая является особым откровением Бога, содержатся ответы на самые важные вопросы бытия. Прежде всего, в Священном Писании Господь открывает историю происхождения человечества. В Библии Господь также открывает, как в наш мир пришло зло и смерть. Там сказано, что наши прародители проявили непослушание Богу и обрекли человечество на вечное небытие. И вот в этой трагической ситуации Бог предложил план спасения человечества. «Однажды на землю пришел Сын Божий Иисус и выкупил нас от власти греха, зла и смерти». Один из центральных текстов Библии гласит так «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Еще Александр Мень однажды писал «Мы не просто пузыри, которые лопаются на поверхности кипящей жидкости, а каждый из нас является образом и подобием Творца. Мы Его дети, которых Он желает спасти от греха и смерти». Бог предлагает нам вечную жизнь и тем самым говорит, что у нас есть надежда и будущность. В Библии Бог также открывает нам себя, свой характер, свою волю. И вот, например, совсем недавно к нам позвонила наша радиослушательница. Это была уже пожилая женщина, и она рассказала, что живет одна, но дети давно разъехались, и при этом ей не звонят, не приезжают, не помогают. И она вот в отчаянии говорит «Я чувствую себя ненужной, выброшенной, оставленной, одинокой. Для чего жить?» – мне задавалась она вопросом. И вот такая реальная жизненная ситуация. Как в этом холодном мире жить без осознания, что ты кому-то нужен? И вот на подобную проблему Господь однажды произнес такие слова. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына, чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя», – говорит Господь. Библия говорит о том, что Бог есть любовь, которая объемлет всех. У Бога нет сирот, у Бога нет забытых, ненужных людей. Не так давно я также получил сообщение от одной из учащихся наших библейских курсов. Оказалось, что эта девушка также переживала непростой период жизни. Вот что она пишет об этих обстоятельствах. «Нет денег, долг за квартиру, не знаем, за что жить дальше. Да к тому же мне еще нашептывали, что все плохо, ужасно, ты не так все сделала. Сил нет, как жить дальше?» Читать молитвы тяжело, бросала, вновь читала. В общем, борьба какая-то. Как быть? Когда я прочитал это сообщение, я понял, что это крик души. И, конечно же, я поделился с Викторией библейской вестью. Я процитировал ей немало обетований нашего Господа. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». К тому же я выслал этой девушке в электронном формате новый курс по изучению Библии. И вот послушайте, какие я ответы получил в последующих сообщениях. Она говорит, «Я очень признательна за ответ и за такую помощь мне. Прочитав ваше письмо, я вновь ожила и неоднократно к нему возвращаюсь, перечитываю. Ведь все эти слова из Библии, которые вы указали, отвечая на мои вопросы, для меня как путеводитель. Вы все словно спасаете людей. Вы даже не представляете, насколько эти конкретные цитаты из Библии помогают мне сейчас. Спасибо большое Богу и вам». И вот подобных примеров нет числа. Все они неоспоримо доказывают, что Библия воистину есть Слово Божие. Изучение Библии поможет и вам найти ответы на многие вопросы, которые перед нами ставит жизнь. Библия исцелит самые глубокие раны вашей души, удалит последствия греха и укажет пути преодоления проблем. И более того, изучение Библии и принятие ее истин даст вам надежду и будущность, успокоение и свободу. Иисус сказал однажды, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Мы хотим предложить и вам начать изучение Библии. Для того, чтобы получить по почте учебный материал, вы можете направить свои заявки по нашему адресу. Если у вас есть доступ к сети интернет, вы можете изучать Библию вместе с нами в режиме онлайн на нашем сайте. Ждем ваши письма. А пока пусть Господь хранит вас на ваших жизненных путях. Для наших юных радиослушателей звучит передача из рубрики «Детская страничка». Сегодня мы вновь открываем журнал «Страна историй». Как вы помните, этот журнал не совсем обычный. Его создают сами ребята. Они шлют в этот журнал свои рассказы, и они там печатаются. Недаром журнал так и называется – «Страна историй». Мало того, на обложке вы найдете приглашение к сотрудничеству. Оно звучит так – «Войди в историю», то есть «Напиши свой рассказ». Сегодня мы взяли один из таких рассказов и хотим вас с ним познакомить. «Дядя, достань воробушка!» Озорно кричит маленький мальчик высоченному старшекласснику. Взрослый парень в ответ толкает малыша. Тот падает. «Будешь знать, как обзываться!» Кипятится старшеклассник, а через минуту уже жалейт о своем поступке. Чувствует себя ужасно. Он же знал, что тот первоклассник вдвое меньше и слабее. Он знал, что только трус мог так поступить. Между ними не может быть соперничества. Все остальные ребята начинают смеяться над упавшим мальчиком, который сжал зубы от боли и пытается не плакать. Уходя, старшеклассник задумывается о том, что значит быть смелым. «Ударить малыша легко», – думает он. «И все теперь знают, что я больше и сильнее. Только не было необходимости доказывать это таким способом. На самом деле неважно, что говорят и над чем смеются другие ребята. Главное – поступать правильно». Для того, чтобы поступить правильно в сложных обстоятельствах, требуется немало мужества. Нужно иметь смелость быть честным, когда легче лгать и все лгут. Нужно иметь смелость забыть о себе и думать о других. Нужно иметь смелость не убегать от трудностей, а начать их преодолевать. Нужно иметь смелость, чтобы стать таким, какими вы хотите быть. Выполнять свои обещания, говорить правду о себе и о других. Иногда делать то, чего вы боитесь. Кстати, трусость всегда и во всех странах считалась большим пороком. Трус видит, что нужно делать, но не в состоянии действовать, потому что его парализует страх. Трус боится боли, боится, что его оттолкнут, боится, что над ним будут смеяться, боится, что покажется не таким, как все. Он уклоняется от вызова, брошенного ему, новой или трудной ситуацией. Бесстрашие – это не то же самое, что смелость. Все смелые люди чего-то боятся, но поступают правильно даже тогда, когда боятся, чтобы поступить мужественно, несмотря на свой страх. Необходимо иметь достаточно сильную волю и упорство. Бесстрашие может быть очень опасным для тебя. Например, если не бояться перебегать дорогу, переночащуюся прямо на тебя машиной, то это не смело, а просто глупо. В этом случае людей скорее будет раздражать твоя бесполезная жертва жизнью. Бесстрашный человек не умен. Он может принести вред и себе, и другим. И никому при этом не помочь. Ярким примером безрассудных поступков может послужить история Самсона. Самсон – героический библейский силач. О нем мы можем прочитать в книге «Судей» в главы 13, 14, 15 и 16. Так вот, этот человек не страшился ничего, полагаясь на особое свойство, дарованное ему Богом от рождения. Он совершил множество впечатляющих поступков, не несущих особого содержания, удивляющих читателей своей непоследовательностью и легкомыслием. Настоящий смелый поступок был завершен Самсоном в последний день его жизни. «Поступок мужественного человека, осознавшего цель своей жертвы и ее результат». Руки, что умеют тем, кто рядом помогать, Руки, что умеют тем, кто рядом помогать, Руки, что умеют опотрять и утешать, Руки, что умеют Иисуса прославлять. Небеса, простор, морей И величий крепкий скал Это все для нас с тобой Бог рукой своей создал Красота полей и рек Нежность первого цветка Учат нас добро творить Руки, что умеют тем, кто рядом помогать Руки, что умеют, если нужно Поддержать Руки, что умеют ободрять и удержать Руки, что умеют Иисуса прославлять Взявшись за руки и тем, со спасителем моим Лучше другом или нет Жить хочу я рядом с ним За меня он жизнь отдал Я ему хочу служить И как он людей любит Руки, что умеют тем, кто рядом помогать Руки, что умеют, если нужно подержать Руки, что умеют ободрять и удержать Руки, что умеют Иисуса прославлять Дорогие ребята, вы слушали радиопередачу из рубрики Детская страничка Нам помогали готовить ее Маша Кузьмина и Данил Макушев В этой передаче использовались материалы журнала «Страна истории» Последний номер этого журнала мы вам хотим сегодня подарить Присылайте ваши заявки по адресу 127 473 Москва, Бонецкий ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды» Думаем, что вы найдете для себя много интересного, если зайдете на нашу страницу в интернете Ее адрес – голоснадежды.ру А теперь давайте попрощаемся и до новых встреч в эфире До свидания И помните, Господь любит вас Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok